всем добрый день нью-йорк с вами зима пятнадцатого года вы знаете у меня очень редко к сожалению есть время на съемочки потому что я что-то совсем заработалась вы знаете у нас такая очень нехорошая зима в этом году вот то снег то мороз то дождь поэтому у меня у мужа настройки что-то работа особо то не ладится вот когда мороз они не работают потому что здесь в цементный раствор нельзя никаких добавок применять потому что здесь считается что это качество нарушится поэтому даже если минус 4 градуса минус 3 уже не работают потому что запрещено но когда снег тоже не работает поэтому зима у него получается не очень продуктивная вот но он делает очень много дома дел там ремонтирует подоконники окна меняет на новые короче у него работы много по дому вот а поскольку наша семья это как спортивная команда как я вам уже рассказывала мы работаем в команде вот живем в команде друг друга мы замещаем иногда по работе тоже поэтому я побольше взяла работы на на этим на эти дни вот камера не нравится и взяла подработки а подработки я взяла очень просто даже нашла подработку в госпитале сиделкой сижу там у одного мужчины молодого такого мужчины который очень больной вот и как бы 12 часов за 12 часов в день я получаю 120 долларов в день а два дня это уже 240 долларов подработать можно а уже количество часов там я договариваюсь сколько я могу поэтому вот такие дела вот у меня там в россии если у знакомой у меня пенсия сейчас 120 долларов в месяц то здесь можно за день заработать такие деньги это америка а цены примерно те же самые на продукты я имею ввиду она вещи еще дешевле цены чем россии поэтому поработать надо а потом когда настанет весна я немножко расслаблюсь а муж побольше поработает так вот у нас и получится нормально все вот вы знаете о сегодняшнем видео значит я хотела вы меня вынуждаете конечно вспоминать этот неприятный день 11 сентября 2001 года именно я хочу рассказать о своих вспомнить этот день о своих ощущениях вот о том как это было конечно много об этом писали документальных фильмов делали и много версий по этому поводу выдвигалась я об этом ничего говорить не буду во все это прекрасно сами знаете вот просто я вспомню этот день по вашей просьбе потому что мне вспоминать честно говоря не очень-то приятно день очень тяжелый был вот значит 11 сентября 2001 год я помню этот день это был будничный день а именно какой день недели может быть вторник может среда я не помню честно говоря но это был хороший сентябрьский солнечный день вот и я в то время работала няней у одного мальчика и эта семья жила в квинсе кто знает если нью-йорк немножечко я ездила на трейне на на сабве я каждое утро ездила на работу на остановку астория это в квинсе то есть я на трейне q сначала ехала потом пересаживалась на какой-то другой трейн а по моему и ехала уже до конца до астория это тоже конечная остановка вот и значит на работу я ехала где-то до 9 часам как правило утром к 9 часам и в это утро я проезжала когда проезжаешь из бруклина через манхэттен я ездила и когда из бруклина проезжаешь через и стривер в манхэттен как раз вот мост такой мост если посмотреть в окно в этом трейне то видны вот эти вот два брата близнеца как мы называли всемирный торговый центр и весь даунтаун манхэттена прекрасно виден если ты сидишь на левой стороне вагона и смотришь вперед как бы по ходу твоего движения и в этот день я где-то было проезжал это место и последний раз видела эти два прекрасных здания где-то было 20 минут девятого я проезжала это место и когда я уже пришла в эту семью на работу к 9 часам утра то войдя в эту квартиру там была молодая мама и и таня звали маленький мальчик дэвид с которым я тогда сидела долгие годы надо сказать я года три наверное с ним было у них включен телевизор в это время в девять часов утра и по телевизору по американским каналам практически по многим каналам показывали новости где показывали что уже каким-то образом съемки быстро быстро попали в телевизор в теле на телевидении на каналы телевизионные и в это время когда я входила в квартиру показывали съемки как самолет первый самолет врезается в один из билдингов из этих небоскребов я своим глазам не поверила я думала это какой-то художественный фильм идет или какой-то ну знаете что то такое вот ну не жизненное мы своим глазам не поверили что такое может быть просто это было настолько неожиданно настолько как-то мы не могли осознать это очень долгое время вот но конечно когда уже второй самолет врезался я я сейчас хронологию не помню что зачем там во сколько что там было вот все это стали показывать и целый день конечно трагедии вот это вот по всем каналам но поскольку квинс находится далеко от манхэттена мы физически это не ощущали мы только это смотрели все по телевизорам вот а мой муж тем временем он работал на стройке 2001 год и они строили какой-то дом на в бруклине но в даунтауне на берегу как раз того места я не знаю это уже и стривер получается она как бы входит сюда соединяется с гудзоном и поэтому это место я не могу назвать проливом можно назвать это место и они воочию видели как второй самолет врезался в брать и вот в эти братья-близнецы когда первый самолет никто не за они не заметили но увидели что клубы черного дыма увидели что там какой-то пожар подумали что просто это какой-то пожар и через какое-то время даже пепел долетал пепел долетал даже до их место где они работали представляете сколько там было вот это пожар вот этот пепел а уже когда второй самолет врезался они сначала не поняли с ребятами что может быть просто мимо пролетел этот самолет так низко но когда уже эти здания стали рушатся когда стала стали вот так сверху вниз уже со сами конструкции оплавляться разрушаться уже поняли что к чему и уже действительно даже даже запах вот этого этой трагедии запах этого пожара этого разрушения пепел полетел и они прекратили работу прекратили работу потому что город просто остолбенел и была дана команда просто прекратить работу и уходить потому что не знали что это такое вообще и не знали что что дальше будет что что случилось никто ничего не знал вот ну и значит он сразу позвонил мне и приехал за мной вот и мы ну так концу дня мы доехали до дома в общем то так то все было нормально вот но конечно такой не аж осадок очень неприятный очень тревожно было в эти дни вот ну как бы остальная эта жизнь она в других то частях нью-йорк это шла своим чередом вот а манхэттен действительно это место было ужасно разрушено вы это все видели в документальных съемках все все вы это видели это место было оцепили это место туда было не пройти очень долгое время вот и только лишь вы знаете когда я туда попала я помню у меня был маленький такой фотоаппаратик мыльница в то время я туда приехала где-то сентябрь месяц и где-то только лишь к весне я туда приехала и туда немножко ближе людей пускали я сделала очень много таких неприятных фотографий для себя вот этих обломков как там все было разрушено это я свои свои своим фотоаппаратом это все даже делала снимки конечно о мужестве людей которые там погибали и о мужестве пожарников об этом много писали об много говорили надо отдать должность что люди вели себя героически и даже когда убегали люди из этого билдинга они друг друга не толкали они не обгоняли друг друга они уступали место в общем много людей конечно спаслись с первых этажей но много людей три с лишним тысячи погибло вот я помню когда уже дальше ехать как бы через много времени едешь на сабвей и смотришь в окно и было не видно этих двух зданий конечно очень печально было всегда я однажды ехала сабвей стояла около окна было довольно много народу все когда проезжали по этому мосту все замирали в собой всегда вот все замирали как как минута молчания просто не сговариваясь я однажды ехала слезы у меня потекли из глаз слезы прям вот еду и плачу смотрю в это окно вдруг один американец мне говорит типа того что я запрещаю don't cry он говорит don't cry we are strong он сказал что мы никогда не будем плакать америка встанет америка встряхнется встанет все будет хорошо у меня запретил плакать и действительно никто не плачет здесь в америке как-то любое какое-то горе воспринимается без слез я бы так сказала я очень удивилась этому вот так что вот эти неприятные дни конечно всегда останутся у нас памяти я как-нибудь обязательно будет когда потеплее весной мы сходим в то место там огромный такой мемориальный комплекс построен музея открыли и мы сходим обязательно туда я вам покажу я сама там кстати ни разу не было еще я была там в тех местах где построен уже новые там комплексы зданий вот именно на самом музейном таком месте я сама ни разу туда еще не дошла так что мы вместе с вами туда обязательно сходим это даже очень даже интересно будет вот так что конечно тяжелые эти дни были когда показывают фотографии этих людей которые там погибли там же конечно погибли три тысячи таких образованных таких ну элитных людей можно сказать жалко конечно любого человека жалко но вот когда погибают вот такие люди и все вот разом погибло столько людей это конечно трагедия большая но потом конечно вы знаете там второй самолет вашингтон врезался третий самолет не далее врезаться люди сами остановили этих преступников и все погибли об этом много знаете вот так что конечно тяжело было когда приходишь там же огромный подземный город там же много этажей вниз было там огромный огромный комплекс зданий все это разрушено все это расчищалась вот уже прошло 14 лет уже построено конечно новое здание но еще что-то там даже достраивается поэтому разрушить все можно буквально за каких-то 30 минут все было разрушено а восстанавливать приходится 15 лет поэтому не дай бог чтоб что-то где-то чего-то рушилась разрушалась войны не надо не надо таких трагедий для человечества вот так что вот такие дела потом у нас мы конечно пережили black out такой у нас был здесь в америке когда отключилась электричество по всему нью-йорку вот но это было не так трагично и просто мы испугались я тоже была на работе в это время в магазине с мальчиком гуляла а это был уже наверное я не помню какой-то был год может быть вы помните может быть 2003 4 год это было лето вот и все шли пешком из манхэттена потому что ничего не работало все было перекрыто но надо отдать должное что преступность была на нуле в этот темную ночь темный вечер преступность была на нуле преступники даже опешили остановились не было ни каких-то там убийств не воровства не было мы не мародерство ничего такого не наблюдалось это просто удивительно и все люди шли пешком из манхэттена до самого вечера до самой ночи а из магазинов выходили продавцы давали женщинам тапочки бесплатно чтобы они шли не на каблуках там не каких-то кто-то на каблучках конечно шел но им давали удобную обувь чтобы они могли пойти свободно спокойно кто-то босиком шел кто кто как короче говоря вот раздавали бесплатно воду потому что было жарко было лето она брайт они продавали воду в 3 в 5 раз дороже в это время не знаю почему так вот американцы раздавали бесплатно тапочки бесплатно воду и машины предлагали бесплатно довести если кто ехал на машине друг друга все подхватывали везли там где светофоры сломались выходили люди регулировали дорожные движения как-то само все очень-очень мы blackout мы пережили вот лично мы очень легко на следующее утро уже в 12 дня у нас включили свет в нашем районе включили холодильники уже заработали вот как-то вот blackout у нас прошел не так страшно даже за это время холодильник не успел разморозиться вот поэтому вот такие дела но ничего трагедии бывают трагедии бывают но люди их переживают и как-то все позади осталось как-то остаются одни воспоминания конечно тяжелые воспоминания ну что было то было куда деваться вот так что я ваше ваше задание я выполнена выполнила я вспомнила мне было трудно но что было то было это было давно 14 лет назад но каждый год конечно 11 сентября вот всегда это вспоминается и всегда будет вспоминаться потому что это никогда не забудется эта трагедия для америки была конечно очень тяжелая но последствия этой трагедии вы знаете как америка отреагировала на это вы знаете вот так что у каждого свои мнения по этому поводу ну вот что было то было целую вас крепко до следующего раза удачи а